добрый день дорогие друзья добрый день значит что-то у нас сегодня в телеграме у меня не получается зайти сейчас попробуем в ютюбе и значит еще раз попробую в телеграме почему потому что телеграм обычно работал хорошо вы же знаете как устроен мир уже знаете что что постоянство в нем нет в этом мире нету постоянства вот работала вчера хорошо а сейчас плохо да но что мы можем мы можем пробовать мы должны пробовать стараться действовать улучшаться пробовать еще молиться сейчас я помолюсь может включиться вот телеграм пробуем не что-то с телеграмом не то не то не то эти трещит вот так вот и не работает почему не работают непонятно раз два три четыре пять что ж такое ну нет значит будет сегодня у нас урок в ютюбе и у нас будет урок в фейсбуке значит те кто в ютюбе и фейсбуке молодцы те кто не в ютюбе и фейсбуке те кто смотрят роди торы только по телеграмму значит они получат записи тоже хорошо потому что в записи это тоже прекрасно итак сегодня у нас глава балак глава балак и в этой недельной главе балак мы сейчас подошли к тому что балак и беля там хотели проклясть и в рейсе народ но всевышний хотел по-другому они пытались сделать то что они пытались да то есть они действовали исходя из своего намерения у каждого человека в этом мире есть его намерение да его внутреннее желание его глубинные какие-то установки ценности направления все это выбирает сам человек то есть в этом свобода выбора ты можешь хоть ты себя назови люди могут час пол выбирает вот сидите цветок мужик с бородой такой качок и говорит а что то я думаю как-то вот не имя маша больше подходит и все и ведет в паспорт получает паспорт и вот и маша по стригся побрился обрезал светом кое-что все проходит время смотришь он уже вообще этот самый а потом он говорит не вы знаете что то я передумал у меня опять поменялось мое представление о себе я говорю сейчас хочу вернуться верните к заводским установкам говорят ладно какая разница главное что деньги есть еще ему говорят он говорит деньги еще есть вы говорят давай ладно в как говорил царь соломон в экклезиасте к элите он говорил так что говорит вино веселит хлеб насыщает говорит оденьте решают все вопросы все значит хочешь женщиной будь хочешь мужчиной пожалуйста значит все все для тебя и вот значит балак и беля они хотели проклясть а всевышний хотел по-другому у него были другие планы и мало этого что он хотел по-другому он хотел показать что действительно человек может замышлять все что угодно результат будет как всевышний скажет и вот значит в начале они пытались проклясть со стороны с одной до со стороны идола боль да это был идолу поднялись они на холм где служили идолом значит принесли всем построили жертвенников всем принесли быков всем всем принесли этих самых овец баранов жертва всесожжения и белям вместо благослови вместо проклятия благословляет значит балак ему горит я ж тебя пригласил проклинать он говорит я тебя предупреждал что то что бог не скажет то и буду говорить и сказал ему балак тогда пойдем как говорит со вновь в другое место оттуда мы будем видеть кусочек народа израиля может получится хоть кусочек проклясть может быть не всех но кусочек получится проклясть значит попробуем оттуда и пошли они на вторую гору которая называлась с де софим поле видящих поле видящих то ли там были видящие какие-то то ли это была сторожевая вышка по комментариям но они поднялись на какой-то такой холм вообще вот это вся иордания кто был это все происходит на месте где сейчас иордания это мертвое море с другой стороны мертвого моря там очень много холмов таких поднялись они туда и значит что они дальше сделали построили там тоже 7 7 жертвенников жертвенки строили из камней такие как бы возвышения жертвенник и на каждый жертвенник вознесли жертву всесожжения быка и барана и сказал балак давай вот стань здесь и а сказал билям балаку билям говорит балаку все стой здесь возле жертвенника а я сейчас пойду и обращусь ко всевышнему может быть сегодня получится и всевышний открылся биляму и сказал ему вернись к балаку и так скажи вернулся он к балаку и и и сказал ему балак мадиберашем что сказал бог вот смотрите если а если прочитать слова эти отлично прям он его спрошу ну что сказал бог говорит нам устная тора в этих словах в этом вопросе что спроси что сказал бог была насмешка и издевка мы это эту насмешку и издевку не послушали не услышали до в этих словах написано что сказать и сказал ему балак что сказал что говорил бог устная тора говорит нам что по-разному же можно спросить как один из моих любимых анекдотов когда учительница зашла в класс и машенька плакала она спросила почему ты плачешь машенька говорит вовочка меня назвал дурой учительница говорит вовочка выйди к досте три раза скажи что машенька не дура и извинись и вовочка уходит до сте и говорит машенька не дура машенька не дура машенька не дура но извините и мы видим что вот эти слова что сказал бог если они сказаны ну что сказал бог это это может быть прекрасные слова то есть мы все говорим эти слова что сказал бог мы сейчас пытаемся понять а устная тора говорит он сказал с издевка ну и что сказал бог то есть что у беляма нету личной силы никакой что он не может делать то что он хочет ну что тебе сказал хозяин твой бог да вот такая была что вот вы вот эти религиозные такие тупые делаете вот я я нормальное животное что хочу то и делаю я типа человек свет стей я значит хочу и делаю хочу голым ходить и значит буду захочу тут вот писать на улице буду значит а вы религиозные что ходите одеты в белых рубашечках костюмах шляпах но точно как животные значит а и сказал тогда ему белям сказал ему белям кумбалак встать балак и послушай что услышь значит сын цепора сын сын птицы послушай что бог сказал то есть он ему тоже блям он тоже был такой его знаете как когда встречаются вот эти вот те кто на на блатные такие да то они друг друга ну типа ну и что и белям ему так же отвечает встань и послушай ну тут встал и начинает белям говорить то что ему бог сказал пророчество не человек бог и он не не обманывает как люди и он если он пообещал так он делает значит и в каждое его слово то что бог сказал оно будет установлено и вот благословение я дал еврейскому народу и благословение оно не вернется уже обратно значит и дальше он говорит очень очень серьезное благословение на еврейский народ значит и и нету говорит колдунов в народе израиля и значит народ этот как львица встает и как лев значит поднимается сравнивается со львом да лое шкаф не не ляжет он пока не скушает добычу и кровь значит кровь не 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 выпьет кровь да вот такая вот да что там читаем письменная тора непонятно оказывается встает как лев это говорит шма израэль с утра встает и сразу говорит шма израэль слушай израэль бог наш бог один и значит а вот этот это этот вопрос вот ты хочешь их уничтожить но он может закончиться в мишле мы много раз учили что тот кто копает яму сам в нее упадет и то что балак хотел уничтожить еврейский народ то тогда это на него вернется вот здесь в в этом пророчестве было именно вот это что кровь кровь выпьет это в конце то получается что в конце всей этой истории значит даю вперед спойлер что еврейский народ уничтожил медианитян и мавитян которые выступали против них и белям убил тоже мечом написано и сказал балак белям а значит проклинать я тебя позвал так ты не проклинаешь хотя бы не благословляешь что ты благословляешь что это такое я тебя позвал чтоб ты проклана ну ты ладно не можешь проклясть не проклина это был последний сегодня отрывок Завтра мы узнаем концовку этой главы. Завтра мы узнаем конец. Значит, что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что вот есть глубинное намерение. Есть глубинное какое-то намерение, которое человека ведет по жизни. Оно выражается в его ценностях. Что для тебя важно? Что для тебя важно? Потом человек может ошибаться, он может петлять, он может куда-то сбиваться. У него могут быть какие-то мелкие, какие-то, ну, сбои, да? Но все идет за глубинным намерением. Если глубинное намерение было у Балака и у Беляма, оно было негативное, оно было против Бога, то все накручивается на вот это глубинное намерение. Понятно? Есть такая очень в Мишле важная фраза в притчах, что Беколь Драхеха Деу на всех своих путях. Дерех – это большой путь, магистральный путь. Познавай Бога. И он выпрямит все твои дорожки. Потом все твои маленькие решения, если ты глобально идешь по большому, по правильному пути, да? Вот ты выбрал Всевышнего. Дальше ты можешь где-то там сбиваться, не видеть дорогу, но тебя все время будет выруливать на правильный путь. Как GPS. Когда ты вбил адрес, даже если у тебя есть препятствия по пути, он тебя все время выруливает, выводит на нужную дорогу. Поэтому главное, какое у тебя намерение. Хорошо. Значит, и мы продолжаем изучать. Сегодня отрывок был из Тора. Какой можно сделать вывод? Давайте посмотрим. Главное же, когда ты учишь Тору, это не то, что ты узнал. То, что ты узнал, ознакомился. Это совсем не… Это только первый этап изучения Торы, да? Главное, чтобы эта Тора, которую ты выучиваешь, чтобы она вошла в тебя и в тебе осталась. И чтобы она внутри тебя создавала вот эту вот новую реальность, которая соединяет тебя со Всевышним. Поэтому очень важно, когда вы изучаете Тору, какие-то выписывать мысли, какие-то выписывать свои инсайты. Но и очень важно сами источники, прям конкретные источники. И потом это нужно повторять, с этим нужно сживаться. Это нужно в себя, как бы, в себя это нужно, как сказать, инсталлировать. Инсталлировать это в себя. Хорошо. Теперь, значит, что мы можем инсталлировать из главы про Беляма и про Балака? Балака, что что сказал Бог, можно сказать и как в позитиве, что сказал Бог, а можно сказать и в негативе. Вот это вот очень интересная вещь, что важно, какой ты смысл вкладываешь в вопрос. Я помню, когда-то учил свою дочку, она еще маленькая была. Вот она с кем-то, с братом, например, часто она с братом, какой-то у них возникает такой спор. Я ей говорю, ты, самый главный вопрос, что ты хочешь? Ты его спросил, ты что хочешь? Какая твоя конечная цель? Потому что если твоя конечная цель разобраться, можно продолжать разговор. Если твоя конечная цель услышать, можно продолжать разговор. Ну, если твоя конечная цель, если ты увидишь, что его конечная цель доказать тебе что-то, ну, прям убедить, что ты не прав, там, или твоя конечная цель, значит, каким-то образом там возвыситься или обидеть ее, не надо продолжать разговор. То есть важно понять, какое намерение у твоего человека. Вот все время задавай вопрос, можно вслух, а можно и про себя, да. Что он хочет? В чем его намерение? Что он хочет в этом разговоре? Закончил вот этот вот про что ты хочешь шуткой. Двое спорят, 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 и один другому говорит, ладно, я готов с тобой согласиться. Все, я с тобой готов согласиться, но знай, что в этом случае мы оба будем неправы. Такой вот красивый, знаете, ход. С одной стороны он сделал мир, но с другой стороны он, как бы говорит, все, я готов с тобой согласиться, но знай, что в этом случае мы оба будем неправы. Значит, 29 глава 29 глава, мы каждый день изучаем по одной главе Но так как мы за этот урок успеваем только чуть-чуть Несколько отрывков взять То я сегодня как раз к концу главы Нашел очень-очень интересные отрывки Которые прям конкретно, мне кажется Ну, много значат В телеграм-канале я разместил эти отрывки С моим комментарием из книги И кто захочет потом их повторить Поделиться с друзьями Зайдите в АИКРА, телеграм-канал И на телеграм-канале АИКРА вы найдете эти отрывки с комментарием И книгу можно заказать Там же есть адрес книги И можно, телеграм-бот у нас есть Можно как бы учить прям в телефоне Все отрывки с комментариями 23 отрывок 29 главы Звучит так Гава Тадам Ташпилену Значит, гордость, высокомерие Гава это гордость И высокомерие Гордость человека Его, наоборот, унижает Ташпилен, ну, вниз его как бы унижает Гордость человека унижает Ушфаль-руах А тот, у кого смиренный духом Его будет поддерживать почет У него будет почет У него будет уважение Но это вообще противоречит всей формальной логике Которую мы наблюдаем То есть, мы видим, что наглые Наоборот, они прут вперед И они, значит, они, ну, как бы вроде везде побеждают А люди смиренные Какие почеты у них, да? Его, наоборот, никто не уважает Логично? Абсолютно Но это, это такой настолько поверхностный взгляд на ситуацию Что, давайте посмотрим Мудрейший из людей царь Соломон Что он нам открыл Значит, высокомерие человека его унижает Как это работает? Значит, вот здесь высокомерный человек Он говорит Я великий Я великий вообще все Он себе это говорит Он себя считает Что по десятибальной шкале Оценки величия И, там, талантливости Он на 12 Как минимум На 12 Просто шкалу еще не придумали Теперь такой вот человек Который себя оценивает У него гордость такая Высокомерие На 12 Он выходит из дома Выходит из дома И с ним сосед не поздоровался Он такой Что со мной Вот он Не поздоровался Ну, вообще Он уже идет дальше злиться Злится, он злится Выезжает он на дорогу Естественно По машине его не видно Что у него 12 По десятибальной шкале У него какая-то Обычная машина И вокруг Все как бы Не уступают ему дорогу Он просто это пережить не может Он пока доезжает До своего места Куда он ехал У него полностью Он весь Весь он кипит Вообще кипит И он уже полностью Вообще В бешенстве Приезжает он Куда ему надо Да А тот человек Который к нему ехал На встречу Например С тем у него встреча Он опаздывает И этот сидит Говорит Меня Я приехал Вовремя А меня Значит Вот так вот Не уважают Все Да пошел он В общем Весь его день У этого высокомерного человека Он себя чувствует Униженным Если у него 12 А все его оценивают Максимум на троечку То у него Целый день настроения Минус 9 То есть у него В каждой коммуникации С людьми У него минус 9 Понятно Да Получается Высокомерие человека Его все время Прибивают В его же глазах Его недооценивают Теперь А что значит Смиренный духом Значит Смиренный духом Он говорит Все от Всевышнего А что я вообще Слава богу Что я жив Слава богу Что все хорошо Ой солнце Вообще Выходит он Сосед значит Его не заметил Он думает Он вообще не думает Он говорит Здравствуйте Самому соседу Здрасте Так у меня сосед хороший Да Вот Он с соседом Поздоровался Сосед с ним поздоровался На дорогу он выезжает Он же Ну он себя считает Что Ну все от Всевышнего Люди вокруг хорошие Все куда-то спешат Этот наверное В больницу едет Этот наверное По делам Важным Этот там мало ли у него Может он полицейский Он едет Значит его все Даже у него нет машины Я вспомнил сейчас анекдот Приходит Жил один мужчина По фамилии Козлов И он У него не было машины И он приходит домой Вечером Живет в спальном районе Заходит домой Такой счастливый Веселый Жене говорит Дорогая Здравствуй Там все Ты знаешь Говорит Вот говорят новые русские Вот эти вот олигархи Которые там на больших машинах На мерседесах ездят Что они не культурные Говорит А я такого видел сейчас Просто реально Ко мне обращается На вы И по фамилии Жена говорит В смысле Он говорит Ну я дорогу Перехожу А тут останавливается Тормозит такой мерседес И говорит Ну для вас же Козлов Переходы сделаны На вы И по фамилии Для вас Козлов А у него фамилия была Козлов Тем больше Он ценит Ценит любое проявление Когда его Другие люди Со стороны Благодарят Оценивают Говорят ему Хорошее слово Для него все это Реально Он не считает Что ему что-то За это положено И он Все время Он чувствует Вот этот вот Почет Что к нему Хорошо все относятся Всевышний его любит То есть По факту Получается Гордость Гордеца Его прибивает Он все время Чувствует себя Недооцененным А смирение Духом Человека Который себя Считает Что ему Нечем гордиться Но его Тем не менее Другие люди Уважают Почитают Что-то ему делают Это его Постоянно Поднимает Он Он очень чувствует Вот этот вот Почет Уважение Который ему оказывает Красиво Красиво Мне кажется Что вот это вот Понимание Оно намного Глубже И намного Правильнее Чем вот это Формальное Что гордецы Хорошо себя чувствуют Гордецы Плохо себя чувствуют Им реально Постоянно Плохо Этим гордецам Теперь дальше Дальше Написано Двадцать пятый Отрывок И двадцать шестой Очень красивый Тоже Двадцать пятый Отрывок Звучит так Хердат Адам Итен Мокэш Убутэх Башем Исугав Значит Тревога Человека Делает ему Препятствие А полагающийся Уверенный В боди Делает ему Значит Это делает ему Защиту Вот живет человек И он думает О будущем Все люди думают О будущем Но по факту Если мы Разберемся в этом Думать о будущем Это значит Что мы В какое-то Совершенно абсолютно Неизвестное Пространство Вариантов Которых Вообще Непонятно Как оно Будет Мы Накладываем Мы Накладываем Какие-то Свои ожидания От будущего Теперь человек Тревожный Он Накладывает Ожидания Которые Его пугают Он Потому и тревожится Что он Представляет Так Значит Будущее Будет Так У меня Было Вот недавно Буквально Вчера Ситуация Одна И Значит Было Неизвестно С утра Вот что-то Было С утра Неизвестно И я Вечером Не мог Заснуть Потому что Мой ум Мне предлагал Такие Все ужасные Варианты А я Придумывал На них Какие-то Решения Как оно Все будет Все То есть И вот Эта тревога Не давала Мне реально Заснуть Теперь Но я уже Знаю Как это Работает 25-й отрывок Давайте Почитаем 25-й отрывок 29-я глава Мишли Притча царя Солмона Тревога Человека Делает ему Препятствие А надеющийся На Бога Будет под защитой Значит Я вспоминаю Этот отрывок И говорю Хорошо Сейчас я Из-за этой тревоги Которую Мой ум Предлагает мне Все возможные Негативные варианты А откуда Он берет Эти негативные варианты Я прожил 90-е Я смотрел Много боевиков Фильмы ужасов Слава Богу Не смотрел Поэтому там Не было вариантов Появления маньяков Расчленения Там и убийства Да То есть были просто Варианты Такие Ну вот Негативные Но не такие Что прям Супер мега негативные Теперь Что значит Тревога Не давала мне уснуть Она была мне препятствием Я говорю Хорошо Я полагаюсь На Всевышнего Как будет Так будет Я со своей стороны Все действия Которые я мог сделать Сделал А дальше Как будет Так будет Это будет защитой С утра Все прошло идеально Без сучка Без задоринки По самому лучшему Варианту Который Должен был быть То есть Не было ни одной Причины для тревоги Вообще Понятно Теперь Расширим Это на жизнь Люди Которые боятся За будущее Они все время Находятся в состоянии Стресса Стресс Сужает мышление Стресс Он Человек Вводит состояние Бей Беги Замри Парализует Вызывает Агрессию Или же Желание Убегать То есть Ум Перестает Работать Рационально Нормально Духовность Закрывается Все Человек В стрессе Он Неэффективный Особенно Долгий Продолжительный Стресс А тревога Это долгий Продолжительный Стресс И люди Выжигают Свою нервную Систему Живя в Постоянной Тревоге 25 отрывок Надо читать Значит Перед сном Запивать водой И значит Стараться Это внедрить Себя И 26 Это следствие Следствие 25 Рабим Ивакшим Пней Мошель Значит Многие Просят Лица Как бы Добиваются Благосклонности Многие ищут Благосклонности Правителей Но от Бога Судьба Человека Значит Царь Самон Говорит Смотрите Когда человек Тревожится Он думает Что кто-то Должен ему Помочь Кто-то Кто-то Вот Мошель Какой-то Правитель Сейчас Вот Правитель Царь Он всех Спасет Придет Спасет Все Он говорит Нет Говорит Твоя судьба Она зависит От тебя И от Всевышнего От Бога Судьба Человека А не от Какого-то Царя То есть Ты Источник Всего Что в твоей Жизни А в тебе Главная Твоя часть Это твоя Связь С Богом С Творцом Мироздания И насколько Ты действуешь Правильно По системе Потому что Если ты Действуешь Не по системе Которую Бог установил Как добро И зло Если ты Выдумываешь Свою систему Идешь По системам Там Лобковских Еще каких-то И так далее То ты Тогда Пусть тебе Лобковский Тогда Жизнью твоей Занимается Но еще Сказал царь Давид До царя Соломона Он сказал так Альтифтехубы Надевим Не полагайтесь На доброжелателей На тех Кто будет тебе Надевим Это которые Ну дающие Да На людей Нету от них Спасения Нету от людей Спасения Тецерухо Выйдет из него Дух Яшувля адмато Вернется он в землю И в этот день Все провалятся Кто на него полагался Поэтому Многие Написано Не все Многие Добиваются Благосклонности Правителя Но от Бога Судьба человека Поэтому мы должны Добиваться Благосклонности Только Всевышнего Как это сделать Учить Тору И выполнять Советы Всевышнего Как надо жить Что такое добро Что такое зло Что такое заповеди И это Самый безопасный Веселый Счастливый Благополучный Здоровый Умный путь В жизни Пройти Этот жизненный Путь От рождения Когда мы Приходим в этот мир До второго рождения Когда мы Из этого мира Будем уходить Духовный мир Это называется Не второе Правда Третье рождение Это называется Первое рождение Это когда душа Заходит В яйцеклетку И сперматозоид Второе рождение Когда человек Выходит Уже Зародыш Выходит на этот мир Человек Рождается Через 9 месяцев И третье рождение Это когда человек Выходит из этого мира Душа Пройдя жизненный путь Выходит Из тела И это Третье Главное рождение Ради которого Мы проходим Жизненный путь Все Удачи всем И успехов Чтобы было Благополучие Здоровье Очень много Торы Заповедей Добрых дел Хорошие люди Вокруг И правильное Отношение К жизни К миру Которое можно найти В Торе В этой книге Все Всем хорошего дня И Реализации Ваших молитв Чтобы Всевышний На Иврите Очень красиво Это звучит Что Бог И молит Что Бог Выполнит Все запросы Твоего сердца Все твои желания Для твоего добра То есть Прямо вот такое пожелание Есть благословение Что Все запросы Твоего сердца Для твоего добра Все Удачи Успехов До завтра Прямо вот такое Продолжение следует...